Здравствуйте, уважаемые дамы, здравствуйте, уважаемые господа. Меня зовут Тимошенко Наталья, я продолжаю читать свою сказку про дедушку Абу. Том 6, глава 7. Смена времени года. Всегда интересные и увлекательные события. На пороге стояла осень. Уже листва деревьев окрашивалось золотистый цвет. Солнышко то появлялось, то нет. На сцену вышел мистер ветер и мистер тождь. Это хорошо, что дождь, подумал дедушка Ау, земельку польет. Земельке будет приятно и влажно. Она отдохнет от жаркого летнего солнца и в следующем году даст еще больше урожай. Дедушка Ау любил разную погоду. Ему вообще все нравилось. В дождь можно отдохнуть и побыть дома. Можно подумать, как шить себе одежду, которая не промокает. А может наколдовать? Надо подумать, решил дедушка Ау и полез на чертах за мудрым советом от своей книги. Привет, дедушка Ау, братан, пропела книга. Как я рада, что ты пришел ко мне за советом. Да-да-да. Да, ты у меня кладешь информации. Сегодня тема такая. Одежда. Но одежда непромокаемая. И теплая одновременно. Время года осень. А ведь скоро и зима придет. Но сначала на осень. Потом на зиму. И что ты хочешь наколдовать? Сейчас поищем. Что тут умные люди, существа до нас придумывали. Тебе нужно заклинание трансформер. Сейчас, сейчас. Книга залистала страницами. А вот нашла. Смотри. Есть заклинание, а есть делать самому. Давай то и дровое. Что там нужно? На непромокаемую ткань. Записывай состав. Растворить. 500 грамм парафина. В 3,8 литра скипидара. Скипидар разогреть на вареной бане. Затем влить туда расплавленный парафин. Горячую смесь нанести на натянутую ткань. Хороший результат достигается втиранием вареного льняного масла. Валтодавкащее средство называется нет вода. Для вещей. Можно найти в мышиной лавке. Наносится на одежду, которая уже у тебя есть. А если у тебя есть ткань, и из нее ты собираешься пошить плавиш с капюшоном, то тоже можно нанести на этот волшебный состав и шить себе что хочешь. А вот и заклинание. Эти слова нужно произносить в том месте, где собираешься эту процедуру проводить. Над вещью. Вещь следует положить в бочку. И слова говорить в бочку. Бочку. А потом бочку закрыть крышкой на 2 часа. После 2 часов следует проверить. Растянуть вещь и налить на нее воду. Если вода не промокает, хорошо. А если промокает, еще лучше. Значит, ваша ткань не подходит для этого заклинания. А нужно использовать другое. Сейчас подойдем. Нужно найти универсальное заклинание на все виды ткани. Так. Книга прошуршала страницами. Остановилась еще на одном заклинании. О, слушай, дедушка. В заклинании нужен воск. Можно попросить у пчел. Вот написано, что срабатывает на 100%. Записал. Ну вот. А теперь как утеплить ткань. Утеплить. Вот слушай. Тоже есть заклинание. Универсальное. Для утепления тоже нужен определенный минерал. Минерал нужен. Ну, я думаю, ты его сможешь найти. Спасибо тебе, книга приудрости. Всегда рада помочь. Так ты говоришь, скоро осень? Да не скоро. Уже пришла. Это хорошо. Значит, скоро зима и Новый год. А потом весна и новое лето. Там все продолжается. И от этого так тепло на душе. Продолжение следы. Хорошего дня. Вы замечательные, прекрасные люди. Очень хорошо, что вы меня смотрите. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok